Сегодняшний весновый календарь подказывает сегодня день милиции. Свято великой армии людей, для каких профессия быть на варте правопарадку у державы. Это и наша участковая и следшая криминального вышуку и дорожно-патрульная служба краины. Ну, словом, какую сферу житодейности державы мы не назвали, милиция знамей на варте интересов граждан и державы. И сегодня у студии актуального микрофона мы запросили полковника милиции, наместника начальника Головного управления криминального вышуку Министерства внутренних справ Дмитрия Бурдюка. Дмитрий Евгеньевич, добрый день. Добрый день. Дмитрий Евгеньевич, ну, конечно, вначале искренне поздравляем вас с Днем милиции. Хороший праздник, и я думаю, что он не просто ваш профессиональный праздник. Он уже стал, скорее всего, и смыслом вашей жизни, и сутью вашей жизни. Это так. Спасибо большое за поздравление. Действительно, это, на самом деле, праздник профессиональный, но и праздник души. Это праздник моей жизни, и не только моей, а моих коллег, товарищей по оружию, товарищей, с которыми приходится на службе проводить долгое время. Поэтому спасибо большое еще раз. Скажите, пожалуйста, а вот вопрос такого личного характера. Как ваша семья относится к вашей работе? Поскольку я знаю, что вы работаете 24 на 7, да? С большим уважением, конечно же, все понимают, что это очень ответственный труд. Это труд на благо людей, на благо безопасности общества, в том числе и в целом безопасности Республики Беларусь. Скажите, отдел у вас большой? Отдел в Министерстве внутренних дел не такой уж и большой, но в территориальных подразделениях по Республике довольно-таки большое количество. Это целая армия сотрудников уголовного розыска, которые ежедневно, как вы говорите, 24 на 7 выполняют свои задачи. Ну, а самое главное, раскрывают преступления, совершенные в Республике. Вот хочу вас вернуть к торжественному, которое состоялось уже где-то в преддверии вашего праздника. Ну, а потом была пресс-конференция ко дню милиции министра внутренних дел Ивана Кубракова. И он очень интересные факты приводил в этой пресс-конференции, на этой пресс-конференции. Было сказано, что в прошлом году криминогенная ситуация оставалась под контролем. Было совершено меньше и убийств, и разных злодеяний, и количество снизилось разбоев, изнасилований тоже. Вот он об этом говорил. Скажите, вот как вам удается достигать вот такого результата высокого? Общество-то, в общем-то, где-то и не меняется. Действительно, по итогам 2023 года в Республике уменьшено количество зарегистрированных убийств, тяжких телесных повреждений, грабежей, разбоев, даже краж, количество совершенно меньше. На самом деле, это долгий путь к данной ситуации дел. Кропотливая работа не только сотрудников органов внутренних дел, правоохранительной системы в целом, но и органов профилактики, граждан в том числе, которые в том числе оказывают помощь в раскрытии преступлений, в том числе и недопущение совершения преступлений. Профилактические мероприятия ежедневно проводятся всеми органами государства, поэтому шаг за шагом мы приходим к такой ситуации, к снижению преступности в целом в Республике Беларусь, что в принципе позволяет сотрудникам органов внутренних дел более качественно проводить мероприятия в установлении лиц, в том числе и по недопущению совершения преступлений. Вот ваш министр назвал тогда статистику, статистику разную назвал по разным этим фактам. Скажите, кадровый потенциал уголовного розыска, как помогает вам? Безусловно, в основном мы, уголовный розыск подпитывается из выпускников Академии внутренних дел, где готовятся целевые сотрудники уголовного розыска, которые позже приходят к нам на службу. Также у нас на службе есть сотрудники, выпускники других высших учебных заведений, которые занимаются в том числе в настоящий момент раскрытием преступлений. Ну и участковые инспектора милиции, сотрудники патрульно-постовой службы, которые уже некоторое время прослужили в своих должностях, которые имеют должное образование специальное для того, чтобы продолжать службу, имеют желание, имеют возможности, самое главное, способности для раскрытия преступлений, потому что это на самом деле кработливый труд, и не только заключающийся в задержании преступника, а в некой аналитической работе, в бумажной работе, где долгое время приходится вычислять, проводить часы над установлением лиц, которые совершили преступление. А уже потом происходит задержание, ну и дальнейшие мероприятия. А вот если вы хотите действительно дальше копать ваш кадровый потенциал, то Академия МВД в основном поставляет вам кадры, это ваш отдел, а участковые откуда приходят? Участковые в том числе могут приходить с других гражданских вузов, просто со средним специальным образованием. И дальше они уже во время службы могут поступать либо же в Академию МВД, либо в Институт Министерства внутренних дел, где получать образование заочно, ну и в целом в последующем переходить в службу уголовного розыска, ну и в другие подразделения в том числе. А если брать юридический факультет Белгосуниверситета, следователей много оттуда выходит? Безусловно, и следователи, и... У вашем отделе есть такие? Есть, конечно же. Можете назвать кого-то? Конечно же, есть сотрудники, ну в настоящий момент фамилию я не назову, но они есть. Женщины среди них есть? Женщины среди них есть также. Много? Не много, но есть. Скажите, если брать техническую оснащенность ваших сотрудников, что главное, что помогает? В настоящее время большой инструментарий у сотрудников уголовного розыска это и системы программного обеспечения, программные продукты. Также мы используем информационные системы, которые большой у нас есть, инструментарий этих продуктов. Также мы используем, широко используем видеосъемку, аудиозаписи. В настоящее время большую помощь нам оказывает республиканская система мониторинга общественной безопасности. Это камеры видеонаблюдения, которые расположены и подключены к ней. Это уже порядка больше 30 тысяч камер в Республике Беларусь. Они оказывают большую помощь. В раскрытии преступления, в установлении факта преступления имело оно место, либо же наоборот нет. Где-то помогает нам в поиске преступников, несмотря на то, что они маскируются, как-то перевоплощаются, переодеваются, используют разные транспортные средства, причем иногда меняют номера. Но это на самом деле путем анализа, путем изучения маршрутов, движений и так далее, мы приходим именно к лесу, потом к последующим кемот задержанным. Также в последнее время часто мы используем, в том числе в раскрытии преступлений, но больше оказывают нам помощь еще в розыске безости пропавших граждан, это применение беспилотных летательных аппаратов. Больше в сельской местности, особенно когда престарелые граждане уходят в лес, он в лес, ягоды, грибы, и теряются в пространстве, садятся мобильники, здесь нам на помощь приходят беспилотные летательные аппараты, в том числе помогают нам их обнаруживать. То есть техническая оснащенность и в регионах, и в районах хорошая? Безусловно, и мы не стоим на месте, мы продолжаем развиваться в этом направлении, и все больше и больше технических средств мы задействуем в организации своей работы, которая нам, безусловно, большой подспорье оказывает в нашей работе. Являются ли вот эти мошеннические структуры сферой вашей деятельности? Да, мошеннические схемы, мошеннические структуры, безусловно, это как раз мое направление служебной деятельности. Здесь большую роль в организации раскрытия преступлений, также оказывает профилактика этих преступлений. Ежедневная работа не только сотрудников органов внутренних дел, по профилактике это и работа всех органов власти, работа с населением, также это ваша работа, донесения граждан о преступных схемах, мошенничеств, как они совершаются, как не стать жертвой такого преступления. Об этом мы также говорим и на телевидении, и на радио, и в средствах интернет, в социальных сетях рассказываем. Но, к сожалению, наши доверчивые граждане, зачастую престарелые, становятся жертвой мошенников. И здесь необходимо ежедневно проводить эту работу, более активно разговаривать с нашими гражданами, доводить до них информацию и не уставать ее повторять. Потому как зачастую, когда мы уже по факту о совершенном преступлении беседуем с жертвой этого преступления, они признаются и говорят, что да, мы знали, но думали, что это произойдет не с нами, возможно, где-то там, не со мной, но все равно становятся жертвами этих преступлений. Поэтому эту работу надо проводить ежедневно, не уставать ее повторять. Дмитрий Евгеньевич, мы про эту работу, про эти схемы говорим, наверное, из эфира каждый день. И тем не менее, вот такая информация идет, и 65 лет становятся жертвами мошенников, и 33 года становятся жертвами мошенников. Дело в том, наверное, что все-таки они тоже меняют стиль своей работы. Потому что, вот смотрите, мне недавно раздался звонок со службы А1. Ну, естественно, я заинтересовалась, хотя, в общем-то, про это тоже массу материалов было. Но потом я уже сообразила, что меня разводят. Вот скажите, как они вот это вот находят, эти лазейки, эти ниши, а? Вот как влезть к ним в голову? Здесь главное, наверное, не пустить их в свою голову. Потому как они очень сильно психологически подкованы, они также совершенствуются, и поскольку мы начинаем противодействовать активно, они придумывают другие схемы. Это будь то А1, сотрудники банков, каких-либо лотерей и так далее. Но ДТП это уже. Они тоже. И мы работаем от преступника, от преступления. И на самом деле мы хотим спрофилактировать, чтобы наши граждане не становились жертвами этих преступлений. Поэтому необходимо эти разговоры прекращать. Сразу. Перезванивать своим родственникам. Понимать о том, что сотрудники, руководство, неважно, службы безопасности, банка, либо других каких-то организаций не звонят на мессенджеры, они звонят на телефон напрямую, либо же по-другому связываются. Ну и, что самое банальное, зачастую звонящие имеют акцент, скажем так, украинский говор, либо же капказский какой-то акцент, но все равно люди... Итальянский акцент есть, говорят. ...которые, как вы говорите, ведутся на эти ухищрения мошенников, злоумышленников. Они верят и продолжают разговоры, не перезванивают ни родственникам, не рассказывают им о этих событиях, только лишь по прошествии какого-то времени, по факту ставят их в известность. И уже потом выясняется о том, что они стали жертвой преступлений, жертвой мошенников. И доля вот таких преступлений в вашей работе очень много, да? В настоящий момент доля их не так уж и велика, но довольно-таки большой удельный вес в структуре преступности они занимают. А вот сейчас новый вид мошенничества, почему мы говорим об этом, потому что, поскольку вы занимаетесь этим, новый вид мошенничества – это предложение заработать большие деньги. Вот вкладываешь там в какую-то структуру, там биткоины какие-то, и пошло, пошло, пошло. Вот у меня знакомый на этом попался. Ну, это система не нова. Система не нова, но тем не менее. Они каждый раз изощреннее, изощреннее. Это все те же, скажем так, пирамиды, когда заманивают, скажем так, граждан какими-то выплатами и так далее, и так далее. И когда человек переходит по ссылкам, устанавливает на своем компьютере программное обеспечение и начинает участвовать в торгах, в каких-то биржах, вкладывать, как вы говорите, биткоины в какие-то либо акции, после чего оказывается, что это фейковые, фишинговые программы, которые вообще не имеют отношения к действующим, либо они вообще поддельные, фейковые. Поэтому здесь необходимо очень внимательно к этому всему относиться, не устанавливать у себя на компьютере, либо же в телефоне непроверенных, неизвестных каких-то программ, не переходить по ссылкам, не отдавать какие-то пароли, которые приходят к вам на телефон для того, чтобы ввести какие-то реквизиты, возможно, банковские карточки для того, чтобы зарегистрироваться на этих площадках, для того, чтобы проводить какие-то последующие платежи, ну и, соответственно, получать большие суммы дивидендов, которые вам якобы положены. Но на самом деле это тоже мошеннические схемы, которые работают и на которые попадаются наши доверчивые граждане. А вот если брать такой сегмент, как криптовалюта, с ней как? Тоже могут быть мошеннические схемы? Безусловно, они есть, они есть, и развитие, и с учетом развития криптовалюты, их на самом деле не только биткоины, является криптовалютой, их довольно-таки много, поэтому граждане также пытаются пытаются заработать деньги, но попадаются на удочку мошенников, попадая на эти фишинговые сайты, попадая на фишинговые страницы и начиная там уже переписку не с, скажем так, с программой, а с конкретным лицом, которое выступает в роли второй стороны. Ну, вы знаете, вот мы с вами говорили о технической оснащенности. Я, в общем-то, не случайно это спросила, потому что сейчас только фильмов российских идет именно о том, о следственной работе, об уголовном розыске, они все очень популярны, и вот продвинутый такой фильм, как говорят, «Невский», вы смотрите его, «Невский», ну, правда, когда время у вас есть, «Невский» и вот «Улицы разбитых фонарей», помните, да? «Улицы разбитых фонарей» это, конечно же, классика. Классика уже, да. «Невский», к сожалению, не смотрю, потому как в настоящее время не имеет на это особого времени, но, между тем, фильмы, они, как правило... Ну, там, понимаете, вот оснащенность какая? Звонок раздается, значит, преступление, и буквально через 7-8 минут сотрудники уже на месте преступления. То есть это такая мобильность высокая, такая же и у наших. Ну, в городе Минске мобильность быстрее. Быстрее, да? Мы реагируем на преступления, если говорить о каких-то тревожных кнопках, которые расположены в торговых объектах и так далее. Сотрудники охраны департамента приезжают в течение двух минут на место и реагируют первым нарядом на раскрытие преступления. Что касается в целом, фильмов и их же сюжеты зачастую основаны на реальных событиях, и это, скорее всего, что фабулы уголовных дел, которые когда-то имели место, и потом уже сценаристы их облекли какими-то еще событиями и сняли фильм. А на самом деле это очень близко к реальным событиям. То есть реальное событие, и потом раскручивается уже сюжет. А как вы считаете, вот эти фильмы, они, ну, раскрывают вот этот вот нерв вашей работы? Или не раскрывают? Иногда? Безусловно, раскрывают. Есть нерв, есть эмоции нашей работы, есть и обратная сторона нашей работы, которая показывает и быт сотрудников органов внутренних дел, сотрудников уголовного розыска. Зачастую это фильмы, снятые о сотрудниках уголовного розыска, либо же следователях, которые занимаются преступлениями. Ну, а в принципе, сотрудник уголовного розыска работает в связке со следователем, который в дальнейшем расследует уголовные дела при задержании преступника, либо же по факту совершенного преступления. А какой фильм вы очень уважаете? Можете пересматривать несколько раз. Ну, конечно же, классику я бы отнес это 17 мгновений весны, где в том числе показана, конечно же, работа военных, разведчиков и так далее, но здесь раскрыта очень сильно работа, скажем так, сотрудника, проводящего мероприятия. То есть в деталях? В деталях, в том числе, да. И многие, скажем так, аспекты есть из этой деятельности, которую проводил всем известный Штирлиц, это закон оперативно-родостной деятельности, что лежит в основе нашей работы. Ну, это вы о разведке говорите, да. А уже если брать чисто милицейскую работу, то какой фильм вам... Ну, давайте «Улицы разбитых фонарей». Ну, это же классика. Да, пусть будет. Пусть будет. Ладно, будем смотреть и этот фильм. Хорошо, вы назвали, что главным таким... Вашей работе главным рычагом является профилактика. Что такое профилактика? Вот давайте слушателям объясним. Профилактика. Профилактика это целенаправленная работа всех субъектов профилактики, их в Республике Беларусь, и они все описаны в законе о профилактике, есть такой закон, где разложено по полочкам кто чем занимается. И это не только правоохранительные органы, органы прокуратуры, исполком и так далее, и так далее. Это, в принципе, наверное, большая часть общества, которая должна проводить работу направленную на предотвращение и не только преступлений. Не только преступлений, но и всякого рода правонарушений, бытового насилия и так далее, и так далее. Это работа по разъяснению, в том числе законодательства, это работа, есть такое понятие оперативная профилактика, это и раскрытие преступлений, привлечение к ответственности, в том числе. И где-то в каких-то определенных случаях и ограничение свободы человека, который допускает правонарушения, которые впоследствии могут вылиться в преступления, более серьезные, повлечь последствия и события в дальнейшем. Профилактическая работа где проводится в основном? Идете в коллективы, да? В коллективы она может быть общая, может быть частная. Как с коллективом проводить какие-то мероприятия и непосредственно с определенными людьми, которые состоят на учетах в органах внутренних дел, где лица, которые подвержены к тому, что могут совершить правонарушения либо преступления. С ними проводится индивидуальная профилактическая работа. А в коллективах, как вы говорите, в школе, в институте, где мы часто бываем, в том числе, проводятся общие мероприятия? Ну, я знаю, что такую работу проводят очень часто участковые. И она очень такая серьезная работа. Вот сама была свидетелем такого случая, когда вот произошел нехороший поступок, и вот участковый пришел и нам все объяснил, как нужно, куда и как. то есть это такие ваши помощники, очень серьезные участковые. Я бы не сказал, что это наши помощники, они наравне, скажем так, с любым сотрудником органов внутренних дел выполняют свои задачи, но участковые, на самом деле, это первый сотрудник органов внутренних дел, к которому обращаются граждане, он ближе всех к гражданам. Мы появляемся уже потом, по факту совершенного преступления, участковый всегда находится рядом с гражданами, он всегда находится на своем административном участке, проводит прием граждан, где в том числе разъясняет какие-то бытовые ситуации, рассматривает обращения о каких-то ситуациях, в том числе административных правонарушениях, неважно, в быту они совершены и так далее, но участковый первый, кто, с кем встречаются граждане. А поступает ли вам от граждан предложение вот о готовности оказывать помощь вам людям в погонах? Они не просто поступают. Вот как вы с ними работаете, вот с такими предложениями? Все, если есть какие-то предложения о совершенствовании деятельности, либо же каких-то мероприятиях проведения, они, безусловно, нами принимаются, рассматриваются, в том числе, вот последнее обращение было гражданина, просто который обратил внимание на то, что недостаточно каких-то профилактических, несмотря на то, что они проводятся, и в метро звучат, и по радио, на телевидении, бигбордов, недостаточно с профилактическими какими-то лозунгами. Но в последнее время помощь граждан становится все больше и больше, в том числе не просто в каких-то предложениях, а и в каких-то действиях. Граждане нам сообщают о совершенных, совершаемых, совершенных противоправных деяниях, о том, что они стали свидетелями, они предлагают нам свою помощь в раскрытии преступлений, в том числе, зачастую, они сами задерживают где-то преступников, сообщают о том, что вот в настоящий момент совершено преступление, и они преследуют преступника. Либо же потом... Даже такие моменты есть, да? Есть такие моменты, конечно же, до того, как поступила информация в органы внутренних дел, дежурную часть о том, что совершено преступление, граждане могут сами где-то отслеживать лицо его совершившее, при этом быть на связи с дежурной частью, сообщать, куда там кто перемещается, для того, чтобы потом облегчить задержание, если они сами не могут это сделать. Либо же сами могут задержать преступника. Также были случаи, когда граждане сообщали о том, что лицо в состоянии алкогольного опьянения садится за руль, либо же управляя транспортным средством, сами граждане блокируют транспортное средство, дабы не допустить дальнейшее передвижение, удерживают лицо, управлявшее транспортным средством на месте, до прибытия экипажа ГАИ и так далее, разбирать, ну и, соответственно, становятся свидетелями этих правонарушений. Конечно же, это активная позиция, она приветствуется и таких граждан все больше и больше. Граждан, которые оказали помощь, оказали содействие, либо же поучаствовали там в задержании лица, они не остаются незамеченными, мы практически всегда приглашаем их для начала просто высказывания какой-то благодарности, в том числе и поощрения, пускай это будет просто благодарность, либо же мы часто практикуем в республике поощрение каким-то не денежным, а именно подарком, да, именно подарком, ну можно и деньгами, именно подарком, таким сувениром, который останется человеку на память, который будет также пронесет через всю жизнь свою вот эту помощь какому-то человеку, а это очень важно. Так, Дмитрий, у нас есть вопросы? Был такой вопрос, спрашивает наш слушатель из Мстиславля, есть ли какие-то особые требования для следователей? Вот профессиональный отбор, может быть какие-то тесты сдают, да, ну как вот любые сотрудники милиции, которые поступают на службу, кого-то определяют, что он годен, допустим, для службы в ГАИ, а кого-то отправляют в другое подразделение? Вот что касается особых требований для следователя? Спасибо за вопрос. Для сотрудников уголовного розыска, я так понимаю, следователем назван, ну самое главное это требование, это образование специальное, юридическое, которое позволит проходить службу, также это требование по физической подготовке, то есть сотрудники должны выполнять определенные нормативы, быть соответственно годным к службе по состоянию здоровья, наверное, все основные, это уже образование, это уже обучаемый процесс, логика должна быть работать, не каждый способен выполнять вот эту работу, именно быть сотрудником уголовного розыска, все то, о чем вы сказали, дедукция, логика, может быть кто-то будет хорошим сотрудником ГАИ, но не сможет стать сотрудником уголовного розыска и наоборот. Спросили у вас, может быть, есть какие-то сведения, если сравнивать уровень преступности у нас и в других странах, в соседних государствах. С кем вы работаете, может общаетесь, сотрудничаете? А вообще про безопасность жизни, да, вот в этом вопросе. Ну, на самом деле безопасность в Республике Беларусь, она всегда была на высоком уровне и долгие годы и десятилетия, наверное, она на порядок выше организована лучше, чем в других государствах. Не зря говорят о том, что Беларусь максимально безопасна, даже чем в наших соседних странах и я далек от той мысли, что где-то в каких-то европейских странах безопаснее, чем у нас, это не так, потому что... Измогилёва слушательница согласна с вами в том плане, что вот она говорит, в её родном городе действительно спокойно на улицах и стало гораздо спокойнее, если сравнивать, что было там, ну, в какие-то времена, да, ну, может быть, не на всех улицах и не в каждом районе есть действительно какие-то вот, ну, такие места, которые надо сделали? Ну, таких острых очагов, где совершаются преступления, их нет. Об этом мы говорили в начале нашей передачи, о том, что уровень преступности у нас падает и количество совершённых преступлений уменьшается ежегодно за последние десятки лет. В настоящий момент самый низкий уровень преступности, ну, и количество, и тот, скажем так, процент раскрепления самый высокий. То есть, это говорит о качестве работы и в том числе о безопасности на улицах. И нет, скажем, таких улиц, где там нельзя ходить. Если же есть какие-то незначительные проявления, то мы всегда реагируем на это и усиляем нарядами, где больше присутствует сотрудников органов внутренних дел, той же патрульной постовой службы милиции, ОМОНа и так далее, которые реагируют и являются, скажем так, олицетворением безопасности на улице, что видно, что присутствуют сотрудники органов внутренних дел, и что, в принципе, является тоже профилактической мерой. И про профилактическое мошенничество просят больше об этом говорить, бросать на это силы, чтобы разъяснять людям, но иначе как справиться? Если с той стороны идет обработка, да, надо этому противостоять. Конечно же, эту работу мы не прекращаем, будем ее проводить, в том числе и с вашей помощью. Дмитрий Евгеньевич, давайте приходите к нам в эфир, может, с каким-то сотрудником, который ведет такие дела и какие-то детали разберем, именно вот этих мошеннических схем, чтобы народ знал. Конечно. Договорились. Про камеры наблюдения тоже спросили, вы отметили, что они помогают в раскрытии преступлений, но продолжая дальше, можно говорить о том, что, и это очевидный, наверное, факт, они помогают в снижении преступности, в профилактике, даже там, где камеры нету, ну, например, просто повесить табличку, ведется видеонаблюдение, это уже сдерживающий фактор, поэтому это способствует и снижению преступности, особенно уличной. Вот, может быть, какие-то вы сравнивали годы, когда не было камеры, или не было их в таком количестве, или они еще не были современными, да, насколько это действительно в качестве профилактики помогло снизить преступность? Это очень актуальное направление нашей деятельности, это актуальное направление деятельности исполнительных комитетов, потому что это указ президента, который исполняется, и эту работу мы развиваем и продолжаем, мы контролируем и пользуемся этим продуктом. Я скажу, что действительно, там, где больше их установлено, что упрощает в раскрытии преступления, но в том числе является крепким таким аргументом профилактическим. и есть, конечно же, Минск и областные центры, где больше камер, где больше субъектов хозяйственников, которые установили эти камеры на видеонаблюдение, подключили их к системе республиканской, но есть небольшие города, где, скажем так, покрытие территории, покрытие улиц, дворовых территорий, оно меньше, поэтому немножко затруднено, там, но там преступления совершаются меньше, возможно, это не так уж и востребовано, но между тем, эту работу мы продолжаем, количество их будет увеличиваться, камер, качество разрешения этих видеокамер также будет улучшаться, поэтому эта работа продолжается на постоянной основе. А камеры для защиты жилища, это, по вашему мнению, необходимость сегодня? Один из, скажем так, человек приезжает, дача остается там на всю зиму? На многих недачах, частных домах, в подъездах. Но камеры в подъездах, многоэтажных домах. Да, это хороший инструмент профилактики, но там есть, конечно же, условия, это согласие жильцов дома, подъезда, товарищей, собственников и так далее, но это также работает, в том числе, как и предмет профилактики. Еще был такой вопрос. Те, кто занимается расследованием, да, вот, может быть, это аналогия с фильмами, где там какие-то частные расследования, детективы, да, у нас это законно или нет? Частные детективы у нас незаконны. Если, например, какая-то компания там в коммерческих целях хочет изучить там подноготную своего конкурента, это тоже расследование определенное, это законно? Нет. Тоже незаконно. Хорошо, следующий вопрос. Было несколько звонков по поводу милиции и полиции. Ну, вы человек в погонах, представляете свою систему, поэтому я у вас не спрашиваю там, как, по вашему мнению, правильно, да, у вас ответ на этот вопрос есть. Ну, я к тому, что, хотя, вроде бы, ну, вопрос решенный, да, но определенная дискуссия, она все равно есть, то есть, люди высказывают свои точки, разные точки зрения по этому поводу, поэтому, может быть, когда-то вернемся к этому вопросу. Или не вернемся, да? Может быть, этот вопрос спорный, но милиция исторически этот, скажем так, аспект поднимается, насколько я помню, с первых лет обучения в Академии внутренних дел милиция или полиция. Ну, в настоящий момент мы милиция, мы отмечаем сегодня свой праздник. День милиции. День милиции. Про массовое праздничное мероприятие вот был вопрос, человек говорит, ну, понятно, что пиво нельзя в общественных местах, да? Не всегда. Нельзя купить, нельзя купить, допустим, в магазине бутылку пива, распить ее где-то там на площадке, где проходит мероприятие, концерт. Другое дело, там общепит, это уже иное. Но он говорит, что вот они алкоголь не употребляют, но безалкогольное пиво, а сейчас есть безалкогольное вино, ну, подходят сотрудники милиции, ну, кто знает, безалкогольное это или нет. Но тем не менее, какой-то, ну, не конфликт, но непонимание возникает. Ваше мнение, вот он просит все-таки объяснить, можно ли употреблять безалкогольные напитки, даже если это пиво и вино в общественном месте. Вопрос сложный, да, Дмитрий Евгеньевич? Мне кажется, лучше дома выпить. Проведение мероприятий общественно значимых и так далее, исполнительные органы власти, они устанавливают порядок проведения этих мероприятий, они также дают разрешение на реализацию того или иного алкоголя, то есть, ну, если разрешено, значит, ну, соответственно, если он продается в месте проведения мероприятия, то и употребление его, соответственно, разрешено. Для этого там и находятся сотрудники органов внутренних дел, которые осуществляют работу по охране общественного порядка, если вдруг кто-то чрезмерно употребит этот алкоголь и так далее, будет сопровожден домой, либо сделано замечание, либо какие-то другие действия. Что касается безалкогольных напитков, если они продаются в этих местах, где разрешено их употребление, то почему бы их не употреблять в этих местах? Все мы должны жить в том правом поле, которое существует, выполнять требования закона. Вот такой вопрос вам задал слушатель, но попросил, чтобы вы ответили не как человек в форме, не как сотрудник милиции, который знает законы, кодексы, а как обычный человек. Можете попробовать? С какого возраста молодым людям надо бы продавать спиртные напитки, водку в частности? Понятно, что закон на данный момент, он четко это все прописывает. А по-человечески вы как бы ответили? Я, наверное, все же в настоящий момент соглашусь с законодательством, имеющими мерами, которые приняты. Реализация с одного возраста, употребление с другого возраста, несмотря на то, что все мы привыкли говорить, что мы сейчас не такие, молодежь, не такая, время идет и двигается, но, между тем, мне кажется, эти меры достаточно и, в принципе, действенны. И ответственность за употребление в недозволенном возрасте и так далее, мне кажется, также соответствует реалиям и настоящей действительности. Но у нас же был там какой-то момент еще в 80-е, когда с 21-го года пытались продавать, да, не с 18-ти. Вот и будем продавать с 21-го года, да. Ну, может быть, к этому призывает слушатель, да, что надо повышать, но ваше мнение вот мы принимаем. Да, я считаю, что у нас все... Дмитрий Евгеньевич, вот у нас время уже эфирное немножко поджимает, поэтому такой вот вопрос. Нашей милиции вообще, если посчитать, 107 лет, да, 107 лет. 33 года мы милиция суверенного государства. Какие-то традиции сохранились, вот перешли из того периода, когда вот милиция только-только начинала свою работу и сейчас. Изменились ли традиции ваши, изменилось ли понятие такой вашей серьезной работы? Что меня, что изменилось? Традиции, заложенные нашими ветеранами, нашими предшественниками, на самом деле, они чтутся. Это и уважение к тем людям, которые создавали именно в том виде органов внутренних дел, которые в настоящем моменте имеются. Это даже тот вклад ветеранов в то послевоенное время, теми людьми, которые прошли боевой путь, которые стояли на страже порядка, в том числе в Республике Беларусь. Это очень важно и мы это очень сильно ценим. Мы всегда посещаем ветеранов органов внутренних дел. На самом деле, очень большая и крепкая ветеранская организация Министерства внутренних дел, не только Министерства, а и во всех органах внутренних дел, которые на территории Республики Беларусь находятся. Заложены ими традиции, это чествование людей, чествование тех традиций, принятых на самом деле и в последнее время очень много милицейских династий, которые также много поколений сотрудников органов внутренних дел в одной семье. Это сейчас и внуки тех ветеранов поступают на службу, приходят на службу в органы внутренних дел, выполняют задачи по охране общественного порядка. Это также очень ценой и очень важно в настоящий момент, когда есть преемственность поколений, есть уважение к тем сотрудникам, которые работали до нас, которые в настоящий момент делятся с нами своим опытом. Пусть у них не было такой технической оснащенности, которую имеем мы, но они также раскрывали преступления и делятся с нами этим опытом, этой информацией. Встречи эти очень полезны для молодых милиционеров, да? Они очень полезны, они ценны, они проводятся, об этом также говорит и министр внутренних дел, на всех, при всех поздравлениях с праздником всегда говорит о ветеранах органов внутренних дел, встречается и с семьями сотрудников, с семьями ветеранов, это очень важно. Спасибо Дмитрий Евгеньевич, спасибо за участие в нашей программе, еще раз с праздником вас, Днем Милиции. Спасибо большое. Актуальный микрофон, аналитичная программа.